Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе вместо Леонида Кучмы. Об этом Кравчук сказал в видеообращении, которое обнародовал офис президента. «Я уже в своей жизни что-то видел и прошел, но время для отдыха не пришло. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду это делать до последнего вздоха, поэтому я и согласился», — сказал Кравчук. Также он оценил деятельность Владимира Зеленского для установления мира на Донбассе. Кравчук считает, что Зеленский реанимировал нормандскую четверку и не боится принимать непопулярные решения. В свою очередь, еще до решения офиса президента Разумков отметил большой опыт первого президента Кравчука в дипломатических вопросах. Разумков также поблагодарил экс-главу украинской делегации Леонида Кучму, который много месяцев прилагал максимум своих усилий и делился своим опытом в трехсторонней контактной группе. «К сожалению, у меня не было возможности пообщаться с Леонидом Даниловичем, и я не являюсь участником трехсторонней контактной группы. Я уверен, что любые изменения должны идти на пользу нашему государству. Если мы говорим о Леониде Макаровиче Кравчуке, это человек с большим опытом. Думаю, что он будет очень полезен в этом процессе», — прокомментировал Дмитрий Разумков. Напомним, 28 июля Леонид Кучма принял решение уйти с поста руководителя украинской делегации в трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе. Главной причины своего решения он не назвал. Президент Украины Зеленский, комментируя решение Кучмы, заметил, что его работа в трехсторонней контактной группе была чрезвычайно важной, и он с уважением относится к решению экс-президента о прекращении участия в деятельности трехсторонней контактной группы. Стоит отметить, что о своих намерениях уйти из должности главы делегации Кучма говорил еще в мае 2020 года, Леониду Кучме 9 августа исполняется 82 года. Это серьезный возраст, чтобы осуществлять дипломатические воежи между Киевом и Минском на регулярной основе. Впрочем, дело не только в возрасте Кучмы, хоть это и имеет значение тоже, и не в том, что переговоры из-за пандемии коронавируса проводятся по скайпу, а Леонид Данилович не привык к такому формату. Ему важен личностный контакт, личностные отношения с участниками переговоров, пишет эксперт Дмитрий Снегирев. Дело в том, что Украина ищет возможности, если не имплементации минских соглашений на условиях, удовлетворяющих Киев, то воплощение в жизнь планов Б и С, о которых ранее говорил президент Зеленский. Если очередное перемирие будет сорвано, в Украине появятся все основания говорить о недееспособности российской делегации в выполнении договоренности и настаивать на переформатировании сделки или вообще переговорной площадке. Именно Кучма подписывал минские соглашения, учитывая тот факт, что они не являются межгосударственным договором, не были ратифицированы парламентами, обязательства Украины, как мне кажется, ограничиваются обязательствами фактически одного человека. И отсутствие Кучмы в переговорной группе ставит под сомнение легитимность этих соглашений. Россия уже нервно отреагировала на уход Кучмы от переговоров. Представитель РФ в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что фигура Кучмы положительно воспринималась и Кремлем, и в Ордло, мол, он якобы уравновешивал партию войны. То есть, похоже, были определенные компромиссы со стороны Леонида Даниловича, что давало повод РФ говорить о безальтернативности этих соглашений, отметил Дмитрий Снегирев. Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук назвал страну плугом, который должны переть президенты и все остальные. Об этом он заявил, комментируя решение Совета нацбезопасности и обороны о торговой блокаде Донбасса. Он подчеркнул, что такое решение может вступить в силу лишь в том случае, если соответствующий указ будет подписан президентом. «Каждый должен переть свой плуг. Вы свой, я свой, президент свой. И все мы будем переть один плуг. Называется он Украина», заявил Кравчук. Ранее Кравчук призвал спросить население Украины, хочет ли оно федерацию или унитарное государство. Бывший глава государства отметил, что в стране назревает конфликт между властями и представителями региональных элит. Напомним, Леонид Кравчук возглавлял страну с 1991 по 1994 год. В 1994 году на досрочных президентских выборах проиграл Леониду Кучме. В 1994-2002 году был депутатом Верховной Рады. В 2006 он объявил о уходе из политики. Официальный Киев напомнил о несогласии власти РФ признавать ответственность за происходящее на Донбассе и четкое понимание фактической ответственности. Вице-премьер-министр Алексей Резников напомнил о санкциях, которые ввели именно из-за невыполнения Кремлем минских договоренностей. По его словам, заявление Кремля о якобы отсутствии какой-либо ответственности России за несоблюдение перемирия не имеет никакого смысла. Это старая песня на новый лад о том, что якобы они здесь не причастны. Они на самом деле боятся брать на себя ответственность в любом случае, потому что они прекрасно знают, что именно эту ответственность несут. И в частности санкции касаются их не только из-за оккупации Крыма или MH17, но и невыполнения Российской Федерации минских соглашений, поскольку они являются стороной минских договоренностей, пояснил Резников. Министр по вопросам реинтеграции ТОТ добавил, данные украинской разведки и военнослужащих указывают на подчинение вооруженных формирований в Ордлоо первым и вторым армейским корпусам вооруженных сил РФ. Поэтому, конечно же, там командуют российские офицеры, и они обеспечивают распространение этой команды и этого приказа. Они просто его никуда не покажут и не оформят это решениями вооруженных формирований Ордлоо. Хочу напомнить, что вооруженные формирования Ордлоо – это лексика минских соглашений, подписанных в 2014 году, подчеркнул Резников. Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе вступил в силу новый режим прекращения огня. В то же время в Кремле подчеркнули, что Россия не может гарантировать отсутствие обстрелов, поскольку она якобы не имеет отношения к конфронтации. Кроме этого, украинский журналист, представитель Ордлоо в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш обратил внимание украинцев на то, что команда главы Кремля Владимира Путина делает все возможное, чтобы Россию не признавали стороной конфликта на Донбассе. Официальная Москва не хочет брать ответственность за свои действия на Донбассе, поэтому Украина должна требовать у западных партнеров возвращения России в СЦКК. Свою позицию он озвучил на странице в Фейсбук. «Никто и не думал, что это перемирие будет действительно окончательно и всеобъемлюще, но чтоб так скоро, думаю, его судьбу решил предложение нашего президента подписать его на уровне глав нормандской четверки. Россия сделает все, чтобы не брать на себя ответственность за войну на Донбассе», — подчеркнул Сергей Гармаш. По его словам, теперь у команды Владимира Зеленского является полное и понятное западным партнерам право требовать возврата представителей России в СЦКК. Поскольку та сторона, которой Путин так упорно пытается предоставить субъектность, не способна нести ответственность за свои слова и действия, то кто же должен отвечать за них? Наверное, тот, кто-то им платит, — подчеркнул эксперт. В истории этой войны было очень много перемирий. Хлебная, школьная, рождественская, майская, осенняя. Во многих случаях режим тишины не держался и несколько минут. Максимально в 2016 году, когда он продлился около трех недель, — рассказывает украинской службе BBC сотрудник фонда «Вернись живым», бывший участник военных действий на Донбассе Андрей Рымарук. Его взгляд на начавшееся 27 июля перемирие характерен для многих украинцев. Даже специалисты, профильно занимающиеся конфликтом на Донбассе, затрудняются пересчитать все режимы прекращения огня, которые провозглашались на высшем политическом уровне за пять лет войны. Впрочем, на этот раз все выглядит действительно намного серьезнее, чем раньше. Параметры перемирия, о котором договорились трехсторонняя контактная группа, описаны крайне подробно, в отличие от предыдущих попыток прекратить огонь. Тем временем Киев и Москва, похоже, имеют крайне различные взгляды на то, чем, собственно, является нынешнее перемирие и к чему оно способно привести. Офис президента Украины, описывая договоренность о достижении перемирия, говорил о прорыве в минском процессе, а сам Владимир Зеленский подчеркивал статус перемирия своим заявлением о том, что договор о полном прекращении огня в Донбассе должен быть подписан лидерами нормандской четверки. Ни Ангела Меркель, ни Эммануэль Макрон, ни Владимир Путин договоренности о новом перемирии в Донбассе, как и следовало ожидать, не подписали. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не применил напомнить, Москва не может выступать гарантом соблюдения бессрочного прекращения огня, так как не является стороной конфликта на востоке Украины. А представитель России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов дал уничижительную для Киева характеристику достигнутого перемирия. После почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском. В связи с этим нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения, заявил он. Для Зеленского нынешнее перемирие это чрезвычайное событие, которое должно быть завизировано подписями лидеров мировых держав. Для Москвы это очередная договоренность на пути урегулирования конфликта между Киевом и мятежными Донецком и Луганском, в котором Россия является лишь участливым наблюдателем. Якобы. Возможно, поэтому и рапорты пресс-служб Владимира Зеленского и Владимира Путина о разговоре двух президентов в преддверии предполагаемого наступления тишины на фронте оказались такими разными. Украинская сторона подчеркнула, что Зеленский, кроме всего прочего, поднял в этом разговоре вопрос освобождения украинских пленных на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях.